Всем привет. Добрый день. Это наша красота. Там Дима готовит нам машину. Так, все, мы поехали. Там вон на аппарате. Добавил папку там. Я говорю, что на лавочке стоит. Ну, не забыть, ага. Все, поедем. До Санечки. Давай присадимся. Вот. Она сегодня с утра уже. Сначала вроде как поняла, а сегодня уже радостная такая. Думала, что мы сегодня за ней приедем. Кое-как объяснили, что еще один день. Надо подождать. Давай реветь там опять. Бедное дитё. А куда деваться? Цветы еще даже на Тамару съехали. К Саше все занято. О, нашли. Ну, мы сейчас пойдем в магазин. Она там, Настя. Не очень много, правда, заказала. Ну, заказала немножко. Мне одна лямка вам сломалась. Сломалась лямка? Господи, ей надо ремонтировать. Папе я скажу, чтобы... Ну. Ой, какая погода слякостная. Осторожно. Мам, я даже не забралась. Ну, молодец. Сумку возьму. Пойдем в магазин, потом до Саши. Ой, ой. Я не знаю. Она попросила только меня подождить, и я на лечение. Пойдем, вот там магазин. Сходим. Мама, я хотела там, в господи. Хорошо. Пложите меня, пожалуйста. Тут вот школа сразу, вот видите. И вон там он сразу садик. Народу тут много, все занято. О, поделку мысли осенние. А мы нынче как-то все не попадаем. Ни в поделки, никуда. Вчера, главное, сижу, смотрю. Девчонки наши, Женя, Саша, ходили в садик. Всякие утренники, концерты. А с этим коронавирусом вообще тухляк у нас какая-то жизнь стала. О, у тебя тухляк жизнь. Ну, никаких концертов, ни танцев, ничего, блин. Ой-ой-ой. Какой тут гулять? Смотри, какая грязь. Куртки все грязные. Положила в стирку, большую одели. Один раз выйдет на улицу, все-все в стирку. Ну, я говорю, не разрешаю даже заходить без масок. Хорошо у меня маски прям в сумке лежат. Я думаю, блин, забыла. Только заходишь, они сразу. Маски одевать, доченька, пойдемте, нам там. Ну, пойдемте. Вот моя маска. По улице необязательно маски. Ой, господи, как страшно эта собака ведет себя. А если вырвется? Сейчас на морденьком надо погорденько. Ну. Меня кусала собака. Я ужасно боюсь собак. Я не кусала, но я ужасно боюсь. У меня прям аж все внутри замирает и дрожит, как я боюсь. Так, все. Пойдем мы до Санечки. Моя девочка. Привет! Ты моя красавица. Держи. По помороженной саду. Сидишь, когда мы идем? Угу. Ну, все. Финиш, например, мой один день, завтра и все. Ну, один денек и мы тебя заберем. В пятницу утром уже приедем. Ага, пораньше приедем. Чтоб первую забрать. Ну, надо еще лечение, доченька, будет в пятницу пройти. А разрешать в пятницу утром. Да? Ну, тогда какой смысл тебе до пятницы? Нет, она... Я когда была, она сказала, все лечение пройдете потом. Доченька, закрывай, а то заболеешь. Так, еще больше заболеешь. Посмотри хоть, что мы купили тебе. Ну, дай. Ну, иди ты, подними ее. Ты думаешь, я ее, это, смогу? Так, высоху. Подожди, она не достала еще. Жалко, сестренку, да? Ты моя девочка. Что, у вас теперь четверо, да, лежит? Пятеро. Пятеро? А, всего пять человек лежит. Четыре девочки и один мальчик. Один мальчик. Ему 17 лет, он выше Димы, она рассказывает. Все. Знаете, что я забыла? Подарки с Бреста. Взять. Ну, мы ей отложим. Лучше дома поесть. Забыла, правда, совсем. Уноси, доченька. Уноси. В холодильник или куда? Мороженое только сразу скушай. Сама-то не надо в холодильник ложиться. Пусть она тут лучше. Они, они ругают. Так ты лучше в тумбочку. Да пусть лучше в тумбочку. Им потом не разрешать в холодильник. Она захочет вечером что-нибудь. Да нет, их мало. Им все равно разрешают. Вам, наверное, все разрешают, да? Особенно Сане, да, доча? Она говорит, да. Мне все разрешают. Ты закрой, пока окошко. Ой, плохо видно. Отсвечивает. Хотела ее поснимать. Ничего, доченька, ничего. Почему? Как бы не настаивала, чтобы ее забрать. Я и Настя уже говорила о том, что если мы сейчас малодушничаем и как бы заберем ее. Ну, во-первых, надо пройти курс лечения. Во-вторых, если она поймет, что ну, во-первых, я даже не знаю, можно ее забрать, нельзя. Конечно, можно было бы там со скандалом, с каким-нибудь там еще что-нибудь. Не хочет лежать, плачет. Я бы ее, конечно, забрала. Ну, во-первых, как бы я все это выглядела бы, как это все. Во-вторых, если она поймет, что мы как бы на ее слезы, на все выписали ее с больницы, а она на следующий раз вообще не ляжет. И еще хуже будет, чем сейчас. Сейчас она поймет, что нужно лечиться. Я ей говорю, доченька, чуть-чуть осталось. Настя тоже. Ну-ка, чуть-чуть плачет, конечно, но все равно уже терпит. Поэтому, конечно, не забрали мы. Да и как мы забрали бы? Я даже не представляю, как это можно забрать. Сходили мы в столовую. Сначала пошли в жемчужину вот эту. Там туалет у них закрыт. Спросили, говорим, дайте нам ключ открыть что-нибудь. Сейчас, в общем, пошли мы наверх тогда. Для чего закрывают? Людей теряют только. Так, мы сейчас опять ездим на Логовую. И потом домой поедем. Ну, может быть, еще в магазин какой-нибудь зайдем. Ну, у нас назначены на Логовую сегодня. Это неудобно. Нету вот ни в Тюхтете, ни в Боготоле. Хотя в Боготоле есть, но основная это тут. И мы мотаемся сюда, в общем. Мы в Боготоле. Смотрите, кого мы встретили. Мы едем домой. Они нас позвали, сказали, пойдем-ки. А не, они такие, поехали домой и стоят ждут. Я говорю, пойдемте кошку пьем. Они, да-да-да-да-да. А мы-то, мы-то крикотали вообще. Как будто сами не могут попить. Ой, такие смешные у нас мужики. Они, наверное, голодные. Вот что. Папка, это в рабочем весь. Шапка, главное, новая. Мы не пойдем с ними купить. Да нормальные, пойдем. Они у нас не лентяи, а труженики. Поэтому пойдем. Короче, мы это ВАУ вторичный. Вчера разбирали, мы не видели, что там погнуты. А сегодня сумелось. А еще забыли прокладку купить. Ну, понятно. Они уже второй раз сюда едут. Мотоблок сломался у них. Едет весь день. Ой, не хочет. Папа, все... Папка, тебе надо ляльку, однако. Тома уже не хочет, сопротивляется лялькой быть. Тома, ты уже не хочешь лялькой быть, да? Да. А папа... О, видишь как? А папа все хочет. Чтобы Тома лялей была. Тома, ты хоть не ходишь лялей? О, какой огромный особый. Ну, не двухэтажный. А я каталась на двухэтажный. В пятницу поедем в это... Да. В Готов. Не, Вачинск. Вачинск. Там нашел неодимовые магниты. Угу. Ну, хорошо. Я на дверь поставлю их, чтобы выехал с машины, с гаража. Просто дверь разозакрыл и все. А магнитами будет держать дверь. Ой, ну круто, что? Конечно. Ну, чтобы не закрывать в гараж вокруг. Угу. Закрылся, да? Ну, ладно. Есть мебельные, они это легенькие. Ветер дуем-то, откроют. Ну, да. Пойдем, поедем. Кофе побьем, да все, домой поедем. Тома, не хлепай. Не топай, не хлепай. Как Саша? Хорошо. Тома, поставь это, на пакетик. Ну, на что он? Ставь. Самцы взяли, кофе. Я сейчас покажу, что я Алине, Дарине и Женечке купила. Пироженки на выбор. Может, Дарина картошку сможет есть и побаловать. Спрайт и кола. Детка, когда покупаем. Все, приятного аппетита всем. Пожарим. Ну, все, поели. Теперь можно. Пустим, пить теперь на собаку. Да блин, она встала, вот тут прям, я думаю, что кинемся. Ее прикармливают, поэтому она только ждет. Ну, а кто знает, что нет в голове. Ну, по-прочем, просто я с там краю велик короче, в Ужурском районе бешеные собаки бежали. Ой, ой. Причем она жила у людей во дворе. Кошмар. О, собак все еще не видят. У нас тоже, послушано, уже опять началась ругань, почему собак отпускают. Их столько бегает. Ну, пока не порвут кого-нибудь. Можно сказать, уже заканчиваю варить солянка. Два вида колбасы у меня тут. Докторская и куриная. Купила еще в субботу или когда мы в воскресенье ездили. Вот никто не ест, так она и лежит. Думаю, надо куда-то ее уже израсходовать. и придумала воду на суп сварю. Нету тут, конечно, у меня оливок или еще что-то. Ну, и такое любят. Простенький там совсем. Перевезли мы и не хотят отказываться. Дариночка только картошку съела, а Алина сразу сказала, я есть не буду. Тому поковыряла и Женя тоже. Женя пришла, ела запеканку, ну, не овощная, конечно, тут вместе с курицей он играет на улице. Папа, где мы там тоже что-то ремонтирует. У нас пока погода нормальная. Еще а где мои обувь моя, где? Ладно, девочки это старые. картошка уже закипела куром почти. Клюкву надо тоже убрать отсюда стоит, перебрать. Вообще, Насте, конечно, хочу отдать. Фетя сказала, нам еще привезет. Настя сказала, заберите. Ну, я вижу, да. Не холодно вам гулять тут? Не холодно гулять? Все детали купили? Да, уже собрали. Собрали? Вот два виновника. А, а вот видно даже сломались. А это тоже выше погружено. А еще третье в запчасти. Ну, конечно, сходи. Вот видишь, когда сломала зуб. А, точно. вот дети. Тома любит ходить к Олексе в гости, а Олексе любит к нам ходить. Вот они. Это мама сказала, мне скучно, а я хотела с Томой поедать. Ну, и у нас играйте. Ну, Тома сейчас будет проситься к Олексе. видишь, она хочет коллекции. Дома то все знает. Ну, побежали, ладно. Хорошо, мадам. Вот это сон. Ах, эти мужчины, у них совсем другие нервы. Я вскакиваю от каждого шороха. Вот мне уже. И кто это придумал нанять такое бревно? появляется длиннадо читать? Где? Появляется вы длиннадо нет. Мадам, мадам, что случилось? Месье, месье, какой ужас. Месье лежит мертвым в своей постели с ножом в спине. Вы сошли с ума, что такое говорите. Месье умер и всюду кровь. Мама, нельзя. Мама, нельзя. Никто не должен туда входить. Что ты говоришь? Никто не смеет ходить в этой комнате до прихода полиции. Но девочка, она права, мама. Пойдем. Пойдем, девчонки, там Алина помогает Дарине учить роль. Одной, конечно тяжело, легче, когда вот так кто-то помогает. Так, Женечка заканчивает, закончила учи рожи, да? Что-то у нас как-то темно. Вроде все включено, темновато. Что, Женечка? Кто-то Жене пальцем в ухо ткнул, ухо болит. Болит ухо? Что, кушать будешь? Английский, А? Английский. Ну, как хочешь. Можешь позаниматься. Ну, ладненько, время еще есть позаниматься английским. Ой, я тут время пол девятого. Ну, пол, наверное, я тут сижу, фильм смотрю. Корейский, хочу сразу сказать. ой, что-то там про преследование. Вот, Женечка сейчас английским займется. Ну, и посидим, потом чай попьемся вместе. И спадки уже. Так, дочушенька, давай мы с тобой пока скажем. Всем пока-пока. Да, Санечка, кстати, еще не звонила. Звонила тут часов в шесть, наверное, а в семь. Сейчас уже пол девятого еще не звонила. А, еще что-то не звонит. Так, я вчера... Ну, мне звонила и присылала там всякие сердечки. Мамочка любимая, папочка любимая. В шестнадцатый. Так, ладно, всем до свидания и до завтра. Да, кстати, поздравляю всех с покровом. даже Женя сегодня пришла, сказала, мам, сегодня у нас праздник. Я говорю, да. А почему снег не лег? Я говорю, ну, не знаю, бывает по-всякому. Поздравляю поэтому всех с праздником. Всем до свидания, всем удачи. Мамин супер, добавки попросила. Ой, хотела заснять, как там свою посуду тащит. Да, милая? О, Ох, Алина только что ругала, ругала. Да. Я тут две добавки съела, супа больше. Молодец, молодец. Вот мы посуду сегодня ни разу и не помыли. И вот за день накопилась только посуды. так, все, Женя, не надо баловаться, она уже устала, уже сейчас будет капризничать. Пойдемте. Дариночка, говори всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Так, пойдем. Алиночка баню убежала, потом Дарина пойдет. Всем пока-пока. Сейчас немножко объясню по поводу посуды. Почему вот вечером у нас Дарина. Ну, у нас как бы посуда распределена. Весь день я, пока девчонки в школе. Ну, например, Дарина, Алина пришла вечером, когда уже ребятишки пришли со школы садика поели, Дарина убирает. Самый-самый вечер убирает Дарина. Ну, вытащить и составить. Выходные утром, Алина, весь день я вечером Дарина. Почему весь день я? Потому что я готовлю, посуду все убираю. Ну, в общем, вот так вот у нас. Ну, мы так привыкли, нам так удобнее, что не надо каждый раз напоминать. Так, нет, дай сюда, дай, ты мне ничего не порти там. кто, когда, чья очередь. А так мы привыкли и все, и никто ни с кем не ругается. Да, дочи? Вот. Все, мы сейчас уже будем спать ложиться. Девчонки решили покушать прям. Чай не пили, суп поели. Вот, вкусный-привкусный суп получился у нас. Тома, иди, говори всем пока, иди. Балованная. Ну, в смысле, не балованная. У нас Тома вообще не балованная. Бывает, если что-то ей не нравится, она чуть-чуть немножко как бы огорчится, ну, чтобы кричать, падать, чего-то требовать. Это, у нас, помню, что она упала на пол, как, начала психовать. Это было, ну, два годика или в один, или в один. Ну, сейчас такого вообще, да попробуй, она сделала бы. А Тома, как бы, в угол бы сразу встала бы, да? Нет, он не капризный, а не сколько. Бывает, но начинает упрашивать, там можно я в садик не пойду. Ну, скажешь, что нет, ты пойдешь, и все, спокойно соберется. Ну, бывает, он нахмурится немножко, слезки чуть-чуть покапают, но истерик никогда нету. Обычный ребенок. Иди, пока говорить. Иди. Всем пока, пока. Ой-ой, ноготь сломала. Как и я, мизинец. Все, всем пока. Всем пока. Всем пока. Положи ногти на место. Ой, ногти, ножницы на место.